Образ горы Агры, или как называют армяне Арарат, имеет большое национальное значение для турецкой идентичности. Гора Агры-Дак считается одним из символов Турции и тюркского этноса. Неповторимая панорама горы Агры-Дак, которую называют также крышей Турции, круглый год привлекает внимание туристов и фотографов. Самая высокая вершина Турции 5137 метров расположена в районе Догуби-Язид, провинции Агры, на востоке страны. Гору Агры-Дак, или как армяне называют Арарат, можно рассмотреть в безоблачную погоду и из соседнего Карса. Армяне давно мечтают о горе Агры и называют Арарат в кавычках священным для армянского народа, выдвигая безосновательные требования к Турции. Армения изображает Арарат на своем гербе и других государственных символах показывает, какому ложному воображению она принадлежит. Армяне даже создали миф якобы исторически. Гора Агры-Дак находилась на территории армянского Нагорья. По мнению армян, в 1923 году между Турцией и Советским Союзом был заключен мирный договор, по которому регион вошел в состав Турции. Республика Армения, возникшая после распада СССР, в 1991 году не признала это соглашение, и гора Арарат до сих пор считается священным местом для жителей Армении. Тут возникает интересный вопрос. Если армянская республика создана на исконных азербайджанских землях, то о каком Арарате идет речь? Ах, как же армянская республика.